Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются. Уже много столетий русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. И начнем с человека, которого называют забытым президентом Украины. Большевики очень постарались, чтобы стереть его имя из истории, поскольку он был значимой фигурой своего времени. Это Кирилл Осьмак, один из основателей Центральной Рады, парламента Украинской Народной Республики. Москва припомнит ему это, когда большевики захватят Украину, но Кирилл Осьмак не прекратит борьбу за независимость, сделав ставку на объединение разрозненных украинских патриотов. В 1944 году подполье провозгласит его президентом Украинской самостийной соборной державы. Как сложилась судьба этой легендарной личности? Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Легенда украинского сопротивления. Кто такой Кирилл Осьмак и почему он сделал невозможное? Нужно создать объединяющий орган для всех украинских политических сил. Как ему удалось собрать воедино все патриотические силы украинцев во время Второй мировой? Кто присягал президент Украины перед всем украинским народом? Перед всем украинским народом. И как пришлось противостоять и немцам и советам? Здесь немцы убили и порядка 600 украинских националистов. Борьба за волю Украины длиною в жизнь и ценой собственной свободы. Колючая проволока, решетки на окнах и четырехэтажное здание из красного кирпича, воспетое русским шансоном. Тот самый Владимирский Централ, в архивах которого, вероятно, до сих пор хранится загадочное дело без срока давности с липовым именем. Дело на имя Ивана Филипповича Коваля откроют 18 сентября 1944-го, когда бойцы Красной Армии схватят этого человека в Западной Украине на линии фронта. Из одной папки оно превратится в шеститомник. И лишь через несколько лет следователи поймут, все это время они шли по ложному следу. Кто же на самом деле скрывался под именем Коваля? Мы расскажем немного позже. Национальные костюмы, флаги, портрет великого Кобзаря. И Грушевский всего несколько раз попавший в кадр. Марк 1917-го. Уникальная хроника времен создания Центральной Рады. Она находилась в этом здании, недавно поврежденном русскими ракетами. Российские СМИ выдали его за Верховную Раду. Что ж, купол и правда похож. И сто лет назад здесь действительно находилась Рада. Центральная. Одним из ее создателей был Кирилл Осьмак. Статный мужчина с густыми казацкими усами ведет активную политическую жизнь. В Центральной Раде представляет работников губернского земства. Осьмак заплыхал в селяку. Осьмак призывал всячески поддерживать генеральный секретариат. Он писал, мы обретем себе такую волю, которая нам нужна. Он пишет статьи для аграрных изданий. Однако не про проблемы земледелия. В Центре его внимания – возрождение украинского языка и государственности. Он писал, когда Украина присоединилась к Москве, и язык нашего народа из-за неверного московского приятельства понемногу исчезал. Потребовалось много веры, чтобы бороться против страшного всесильного врага. В 2019 году власть в Украине захватит большевики и, заигрывая с местным населением, объявят курс на коренизацию, то есть возрождение национальных культур. Небывалый всплеск украинизации, который последовал за этим, вдохновил Осьмака. Работая в Институте украинского научного языка при Академии наук, он создает словарь «Украинская сельскохозяйственная терминология». Он был редактором именно сельскохозяйственной терминологии, то есть ничего криминального. Но власть большевистская, она брала на учет всех тех людей, которые были связаны с Центральной Радой. В 28-м его впервые арестуют. Это были абсолютно идиотские обвинения. Они ему инкриминировали вредительство в сельском хозяйстве. Страшные вещи, абсурдные. Он пишет, мне приписывают, что я занимаюсь антисоветской работой. Какой? Ни одного реального доказательства. Статьей вредительства большевики тогда оправдывали собственные провалы коллективизации, когда созданные ими колхозы не давали результатов по завышенному плану. Осьмак не имел к этому никакого отношения, но обвинения были просто причиной для ареста и высылки. Ученому-литератору запретят жить в больших городах, Харькове и Киеве, и он вынужден переехать в Курск. Это родина его отца. Вот и там он продолжал, как уже внештатный работник, заниматься написанием сельскохозяйственных терминов. Однако уже через год прищут участие в националистической организации. Полностью выдуманное обвинение, за которое Кирилл Осьмак получит три года лагерей. И не успев освободиться в 37-м, в начале большого террора, получит третье обвинение. Был районный руководитель по фамилии Голубев. Этот Голубев начал придумывать, что он готовил террористический акт против Сталина, Осьмак, работавший в сельском хозяйстве. Параллельно обвинение давит и на жену Осьмака. Ее таскают на допросы, заставляют признать мужа врагом народа, доводя ситуацию до трагедии. Она была интеллигентной натурой, учительница. Тяжело переживала, испытывала давление и от соседей, и от руководителей по работе. Даже от учеников, которых она учила. Они над ней издевались. Очевидно, она не выдержала, бросилась под поезд и погибла. Его выпустят в 40-м. И уже через год Осьмак вернется в родной Киев. Как раз накануне вторжения немецких нацистов. Немецкую оккупацию многие украинские националисты восприняли прежде всего как избавление от советской власти. Вспоминали 18-й год, когда немцы признали независимость ОНР. Возможно, так будет и сейчас. Осьмак вступил в состав Украинской национальной рады. Это такое предправительство, которое было создано Олегом Ольжичем, и он с ним наладил связь и стал его членом. Немцы очень быстро разогнали этот орган. И потом казнили даже бургомистра Киева в Бабьем Яру. На этом казни среди украинских патриотов не закончатся. Ручище Бабий Яр в Киеве известно прежде всего расстрелами еврейского населения. Но здесь немцы убили и порядка 600 украинских националистов. Однако это его не испугает. И он развернет свою националистическую борьбу еще шире. Как работник сельского хозяйства он помогает подполью продовольствием и пишет революционную для того времени статью «Объединение силы нации», где призывает националистов из разных организаций объединиться. Тогда он выпустил свою статью, где говорил, что нужно создать объединяющий орган для всех украинских политических сил, чтобы они координировали свою деятельность и объединились в одну большую политическую структуру государственного уровня. С этой целью Осьмак поедет во Львов и как представитель киевского подполья начнет сотрудничать с ОУН. Будет много выступать с антисоветскими речами и даже примет участие в организации украинской повстанческой армии, знаменитой УПА. В 44-м его план удастся воплотить в жизнь. Это в этом году, там, в Сприне, где каждый год происходит празднование, где было создано УГВР. В бесчисленных папках ценнейшие документы, которые дочка Кирилла Осьмак, а Наталья, собирала в течение многих десятилетий. Свидетельство о том, как ее отцу удалось сделать невозможное – собрать воедино все патриотические силы украинцев, объединить многочисленные политические движения и разрозненные организации в единую подпольную украинскую державу. Управлялась она Украинской главной освободительной радой. Коротко – УГВР. Державный орган, который принял... Это был государственный орган, который принял программу жизни государства. Универсал – это конституция. Роман Шухевич написал, торжественное молчание возвысилось в зале совета, когда глава президию УГВР положил руку на украинский государственный герб и начал повторять слова присяги, то присягал президент Украины перед всем украинским народом. Этим президентом и был Осьмак. Шухевич же станет главой правительства и министром обороны. УПА была признана армией всего украинского народа, а освободительная рада взялась координировать всю борьбу за украинскую державность. Украинцам приходилось воевать на несколько фронтов – и с немцами, и с советами. В августе 44-го несколько сотен УПА были разгромлены наступающими в Западную Украине войсками Красной Армии. В Карпатском селе дороже в красноармейцы устроили облаву, пытаясь найти оуновцев среди местного населения. Под арест попал и мужчина по фамилии Коваль. Вот анкета – Коваль Иван Филиппович. Под этим именем скрывался Кирилл Осьмак. Но НКВД об этом сначала даже не догадывались. Два года заключенный просто водил их за нос. Давал ложные показания, сдавал квартиры несуществующих националистов. Улица Ярослава-Вал когда-то называлась Большой Подвальной. В октябре 47-го сюда, в дом номер 15, с обыском нагрянет служба госбезопасности. Однако найти те самые конспиративные квартиры участников ОУН не выйдет, ведь наводка окажется ложной. Заключенного перевезли в Лукьяновскую тюрьму. В деле сохранится жалоба о пытках. Коваль, он же Осьмак, огласит голодовку. Вот еще справка. Голодовку, которую начал 20 августа, сейчас 26-го останавливаю. Он остановил и тогда назвал себя и начал рассказывать. И я, когда это увидела, меня объял ужас. Она поняла, что его пытали только сильнее. В результате, после соти ночных ставок и допросов, Осьмак таки открыл свое настоящее имя. Однако никого из побратимов так и не сдал. Долгие 15 лет он просидит в том самом Владимирском централе. Его не выпустят даже при амнистиях. Единственной ниточкой связи с ним будут письма, которые борец за украинскую государственность писал жене и дочке. Заканчивать школу нужно украинскую. Чтобы и высшая школа тоже была с украинским преподаванием. Чтобы ты в жизни была природной частью украинской национальной интеллигенции. Украинской народной интеллигенции. Он умер в тюрьме в 60-м. Только спустя 30 лет, когда Советский Союз таки распался, его дочь смогла перевести прах на родину. В Украину, в свободе и независимости которой Кирилл Осьмак посвятил свою жизнь. Катерина Павловская. Исторические факты. После распада Российской империи свой шанс построить независимую страну получила не только Украина, но и Финляндия. Финны, как и украинцы, долгое время не имели своего государства. Шесть столетий они были в составе Шведской империи и еще столетия в Российской. В 1917 году, воспользовавшись революцией в Петрограде, парламент объявил независимость Финляндии. Точно так же, как это сделал украинский парламент, Центральная Рада. Вообще, если я оглянулся на 100 лет назад, то у Финляндии и Украины очень много общего. Даже ключевые государственные деятели тех времен служили вместе. Это Павел Скоропадский, который станет гетманом Украины, и Густав Маннергейм, он дважды возглавлял Финляндию, был первым главнокомандующим финской армии. Обеим странам пришлось драться за свою независимость с большевиками. Почему в Финляндии получилось отстоять государство, а Украина эту борьбу проиграла? Вот вам исторические факты. Октябрьский переворот в Петрограде. Большевики захватывают власть. Украина получает шанс создать собственное государство. Украинская народная республика становится самостоятельной. Независимость провозглашает и Финляндия, которая тоже являлась частью Российской империи. Под страхом распространения большевистского переворота. Как финны и украинцы сто лет назад сражались за свою свободу, и почему у Финляндии получилось отстоять независимость, а Украина ее потеряла? На многих должностях были люди, не поддерживающие независимость Украины. Более века назад этот дом в центре Киева был центром политической жизни. Именно здесь заседала Центральная Рада, высший орган государственной власти. И именно здесь в 1917 году объявили о создании Украинской народной республики во главе с Михаилом Грушевским. Однако довольно быстро Грушевский теряет власть. Она переходит к гетману Павлу Скоропадскому. Павел Скоропадский в то время был большим состоятельным человеком, который вел огромное хозяйство. Сажали сахарную свеклу, кукурузу, сеяли пшеницу. Были огромные сады. Исследовательница Татьяна Кузьменко показывает огромный парк, принадлежавший семье Скоропадских. Именно здесь, в Тростенце Черниговской области, было огромное родовое имение с библиотекой, конюшней и домами для гостей. Но от него практически ничего не осталось. Большевики разграбили имение, а потом сожгли. Большевики пытались оккупировать и Финляндию, которая после развала Российской империи, как и Украина, провозгласила независимость. Если исследовать события того времени, оказывается, у двух стран очень много общего. Мы отправляемся в Хельсинки, чтобы узнать, как финны боролись с большевиками. И главное, как им тогда удалось отстоять свою независимость. Финские политики, как и украинские, до конца не понимали, каким последствиям приведет Декларация о независимости. Наш парламент провозгласил независимость под страхом распространения большевистского переворота. Похожая ситуация была и у вас. Известный историк Генрик Мейнандер выделяет ключевой фактор – помощь Германии и ее войск. Наши страны имели тогда тесные контакты с Германией, которая воевала с Россией. И войска Кайзера были на наших территориях и поддерживали стремление к независимости. Именно тогда на ведущие позиции выходит Густав Маннергейм. Он жил в этом доме. Сейчас здесь достаточно популярный музей. Директор Кристина Ранки рассказывает, Маннергейм сделал блестящую карьеру в российской армии и именно там познакомился со Скоропадским. Он 30 лет служил в русской армии и занимал достаточно высокую должность, как и Скоропадский. Скоропадский и Маннергейм были хорошими друзьями, вместе учились и воевали. И что важно, имели авторитет среди военных. Маннергейм не хотел, чтобы Финляндия стала красной и готов был сделать все, чтобы этого не допустить. Для Финляндии Маннергейм – легендарная личность, созданная им с нуля армия, с помощью немцев разбила красных и установила границы с Россией. Скоропадский поначалу тоже удачно отстаивал суверенитет и начал небывалую украинизацию. Как и сейчас, 100 лет назад Национальный банк Украины был в этом здании. И именно здесь приняли чрезвычайно важное решение – печатать собственные деньги. Сначала это были рубли, а потом гривны. Самые распространенные банкноты – это были 100-500 гривен, значительно меньше было 2000 – это были серьезные деньги. За короткий промежуток времени власть напечатала миллионы купюр и начала создавать разветвленную банковскую систему. Гривна была серьезной и мощной денежной единицей. К примеру, тогда в Германии одна гривна – это две марки. Сейчас немного наоборот. В это же время начинается формирование регулярной украинской армии. Армия имеет постоянный состав, возвращается такой элемент формы, как погоны со знаками отличия, что является маркером регулярной армии. Исследователь Алексей Руденко показывает, как выглядела военная форма 100 лет назад. Это головной убор, называется «тренчкеп». Украинская армия, одна из первых в Восточной Европе, перешла на британский тип мундира. Крой кителя – классический френч. Он появился еще до Первой мировой войны. Френч пользовался большой популярностью. Скоропадский совершил и первый официальный государственный визит в Германию, где украинского гетмана принимал лично Кайзер Вильгельм II. Украина активно развивала дипломатические отношения с другими государствами. И одно из первых посольств открылось именно в Финляндии. Финляндия была одной из шести стран, которые открыли свое посольство в Украине. Причем даже раньше, чем Украина открыла свое представительство тут. «Между странами, как и сейчас, были дружеские отношения, говорит бывший украинский посол Финляндии Андрей Алифиров. Однако тогда они продлились недолго. К сожалению, просуществовало наше посольство тут с 1918 по 1921 год и прекратило свое существование. Тогда прекратило свое существование и государство. Украину оккупировали большевики. Почему все так быстро провалилось? Историк Александр Ищук выделяет роковую ошибку Скоропадского. В какой-то момент он начал склоняться в конце своего правления к тому, что, возможно, стоит Украине подумать о том, чтобы объединить силы с Россией, но не большевистской Россией, и быть в составе этой не большевистской России на правах автономии». К тому же у народа нарастало недовольство. По соглашению в обмен на военную помощь Германия забирала у крестьян огромные объемы продовольствия. «Это было четко прописано, сколько зерна, мяса и других продуктов Украина должна была поставлять. Немцы сделали сразу несколько ставок, поддерживали независимость Украины и Финляндии и при этом финансировали большевистский переворот в России. Вот знаменитые кадры хроники. Ленин возвращается из эмиграции и выступает на броневике. Ленин и более 30 его приспешников вернулись в Россию из эмиграции в специальном опломбированном вагоне, который сопровождали разведчики кайзера Вильгельма II. Германия потратила на Октябрьский переворот почти полмиллиарда марок. Сумма, по меркам тех времен, колоссальная. Но ставки немцев провалились. Ослабление и крах Российской империи не помогли Берлину. Германия проиграла Первую мировую и более не могла оказывать поддержку Финляндии и Украине. Молодые государства остались наедине с большевистской ордой. Национальный архив в Хельсинки. Именно здесь мы попытаемся услышать ответ на главный вопрос. Как финнам при таких условиях все же удалось отстоять независимость? Основная причина это то, что политики и народ были едины в стремлении иметь свое государство. Достаточно быстро были сформированы органы власти, армия, экономика. К тому же независимость Финляндии признали победители Первой мировой, Британия и Франция. А вот Украину они считали частью России. Многочисленные документы свидетельствуют, что в Украине было много партий и объединений. Все они конкурировали и не могли прийти к согласию. Этими воспользовались большевики. В декабре Финляндия будет праздновать уже 105-ю годовщину своей независимости. Украина же вновь сражается за нее с потомками большевиков. Правда, теперь у украинцев есть то, чего не хватило для победы 100 лет назад. Единство. Историческое событие, послужившее началом новой эпохи. В эти дни 89-го года рухнула Берлинская стена. Сначала фигурально. Немцам из ГДР разрешили без ограничений выезжать на запад. А позже и буквально, когда стену уничтожили физически, бульдозерами. Этот объект почти 30 лет был символом холодной войны и символом разделения Германии. Почему Москва решила окружить западный Берлин бетонным забором? Как немцы, рискуя жизнью, пытались преодолеть эту смертельную полосу препятствий? И к чему привело падение Берлинской стены? Вот вам исторические факты. Жизнь за Берлинской стеной. Почему социализм решил отгородиться от Запада? Ловушки, препятствия и оцепления были расставлены таким образом, чтобы стену не могли пересечь именно восточные немцы. Как Германия почти 30 лет была разделена на две страны? Сегодня в свободном мире самые гордые слова «Я берлинец». Что придумывали восточные немцы, чтобы попасть на Запад? Истории невероятных побегов. К стене было не подойти. И как Берлинская стена стала символом поражения Москвы в холодной войне? 9 ноября 1989 год. Пресс-конференция члена Политбюро Социалистической единой партии Германии Гюнтера Шабовски. В конце доклада Шабовски зачитывает одно важное заявление. Его только что передали от руководства. Частные поездки за границу могут совершаться без каких-либо предварительных правил. Разрешения будут выдаваться на всех КПП между ГДР и ФРГ. Озвучить сенсационные решения Шабовски попросил Эгген Крэнс, который месяц назад стал последним руководителем немецкой соцпартии. Я сожалею, потому что нужно было найти в себе силы и сказать, сейчас такая ситуация, страна существует в таком формате, или в противном случае она перестанет существовать. Мы тогда не нашли сил сказать это вслух, и я сожалею об этом. Я хорошо помню тот день, когда упала стена. Я как раз пришел домой с работы и включил телевизор, и увидел кадры, как рушат заграждения. В это невозможно было поверить. Это неправда, подумал я. Гартенштрассе – одно из нескольких мест в Берлине, где еще можно увидеть, как выглядела стена. На самом деле их было две. Между ними на расстоянии 100 метров 11 зон препятствий. Более 3,5 метра в высоту из цельного бетона, арматуры с металлическим колпаком сверху. Перелезть через стену было очень тяжело. К тому же рядом была сетка из колючей проволоки и сигнализация, которая оповещала ближайшую сторожевую башню. Грэнсмауэр 75 – последний вариант стены образца 1975 года. В случае войны танки стран Варшавского соглашения могли пробить бетонные блоки и отправиться на запад. В то время Третья мировая не казалась такой уж призрачной. После Потсдамской конференции 1945 года Германия была разделена на 4 оккупационных зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Через несколько лет в западных секторах будет провозглашена Федеративная республика Германии, а в советской зоне – Германская демократическая республика. Это разделение стало одним из символов начала Холодной войны. ФРГ быстро встала на ноги благодаря многомиллиардным кредитам Америки. Уровень жизни на Западе в разы выше, чем на Востоке. О свободах и говорить нечего. В ГДР за каждым немцем следит всевидящее око местного КГБ – Штази. Штази было щитом и мечом социалистической партии Германии. Именно с помощью Штази продвигались идеи о райской и правильной идеологии избранного курса. Но немцы из ГДР почему-то массово бежали из социалистического рая на Запад. Чтобы пресечь это, Кремль дал отмашку. И в ночь на 13 августа 1961 года вокруг западного Берлина начнут возводить стену. Стена на десятилетия разделит семьи, которые проживали в разных частях Берлина. Кто-то сразу захочет сбежать. Это рядовой армии ГДР Конрад Шуман. Он ждет, пока пройдет патруль, чтобы совершить свой исторический прыжок. А вот пожилая женщина не решается прыгнуть из окна. За руку ее схватил офицер Штази. Снизу держат жители западного Берлина. К счастью, побег удался. Официально стена называлась «антифашистский оборонный вал». Якобы для защиты граждан ГДР от Западной Германии. Впрочем, ловушки, препятствия и ограждения были расставлены таким образом, чтобы стену не могли пересечь именно восточные немцы. Тем не менее, сотням людей удалось пересечь портал между двумя мирами. Беглецы придумывали новые и новые методы. Переодевались в форму союзников, прятались в багажниках авто. На этом фото 20-летний Гюберт Гольбайн перед тем, как нырнуть в ледяную воду. Ему удалось. 21 ноября 1963 года Гольбайн переплыл на западный берег. Я сам не верю, что это удалось. Плыть нужно было полтора часа, на мне был костюм из неопрена, и плыл я без акваланга, только трубка и маска. Почти год тренировался так плавать, чтобы голова не показывалась из-под воды. Впоследствии он будет помогать копать тоннель под берлинской стеной для спасения своих близких. Помню, сначала тоннель был узким, 80 сантиметров. У нас был один небольшой подъемник и одна лампочка. Всего таких сооружений было четыре, их называли тоннели жизни. Мы рыли на глубине 10 метров несколько месяцев. Получился проход длиной 145 метров, он был под стеной. Но в 70-х стену начали охранять настолько плотно, что этот вариант побега стал практически нереален. Нужно было иметь специальное разрешение, чтобы подойти к ней близко, ведь в 200 метрах от нее стояли другие заборы, и перед ними ходила полиция. Стоило оказаться там на близком расстоянии, сразу появлялись люди в плащах и спрашивали, что вы здесь делаете, убирайтесь отсюда. Стену можно было увидеть только с воздуха. Так родилась еще одна фантастическая идея побега. 26 мая 1989-го ранним утром небольшой самолет приземлился в Трэптоф парке в восточном Берлине. Управлял самолетом Инга Бертке из западного Берлина. Задум был такой. Мы хотели переправить на запад нашего брата Эльберта. Он жил в ГДР и ненавидел социализм. Самолет находился на земле считанные секунды. Все это время в небе кружил еще один борт, в кабине которого находился третий брат Гольтер. Я в это время кружил над парком на своем мекарусе, следил с воздуха, нет ли поблизости патрулей. Им повезло, ведь самолет могли сбить. Но воздушная машина братьев Бертке с пассажиром удачно взлетела из парка, а позже приземлилась возле Бундестага. Троица сразу отправилась праздновать в Берлинский паб. Спустя несколько месяцев после этой дерзкой операции железный занавес в Берлине упал. А что будет с Берлинской стеной, когда это распоряжение вступает в действие? Это вступает в силу немедленно, с этой минуты. 9 ноября восточные и западные немцы пошли к стене. Офицеры штази, которые недавно имели приказ стрелять, лишь растерянно смотрели, но не вмешивались. Я боялся, боялся, что может что-нибудь случиться. Нет, не со мной это меня не пугало. Я боялся, чтобы крови не пролилась. Был такой страх. Кровь, к счастью, не пролилась, а Берлинская стена снова стала символом. Теперь уже завершение Холодной войны, которую СССР с треском проиграл. По-другому быть и не могло. Западные ценности оказались более крепким материалом, чем страх, репрессии и железный занавес, на которых держалась империя. Стоило Москве ослабить хватку, эта конструкция сразу же рухнула, как стена в Берлине. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.